Братья и сестры, прочитаем Слово Божие из Ивангелия от Матфея, 26 глава. С 36 текста я буду читать. История о гефсиманской молитве Иисуса Христа. Ивангелия от Матфея, 26 глава, 36 текста. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощно». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза оттяжелели, и, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете?» «Вот приблизился час, и сын человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Недавно я читал одну книгу о жизни Иисуса Христа, и там автор, он описывает основные события жизненного пути Иисуса. Я пока что прочитал две главы, рождественскую, и забежал вперед, вернее, в конец даже истории жизни Иисуса Христа, вот из конца его жизни прочитал о Дефсимании. И там он говорит, автор, такую мысль, что мы слишком часто, ну или мы иногда легко размениваем сокровища Дефсимании по рублю. Но что он имеет в виду? Что мы фокусируемся на событиях, которые касаются нас, или учеников. То есть то, что ученики были слабы, то, что они заснули, то, что Иисус им сказал, помолитесь, бодрствуйте, плоть немощна. Вот. Мы, бывает, берем такие уроки, что у нас есть своя Дефсимания, свое место принятия решения, свой трудный выбор, свои испытания. И это все правильно, эти все уроки можно извлекать для своей жизни, но, говорит тот автор, в центре этой истории стоит Иисус Христос. И нельзя пропустить, вот читая Евангелие, читая особенно конец Евангелия, то, что стоит в самой середине. Вот эта история рассказывает о том, что, как молился Иисус, а молитва выражает сердце, что было в сердце Иисуса Христа. И поэтому первое, на что надо обращать внимание, когда мы читаем эту историю, эту часть Евангелия, это и Иисус. Здесь вот перед нами воплощенное второе лицо Троицы, оно склоняется перед своим Отцом. И что мы видим? На горе Преображения, мы видим, приоткрывается завеса божественности Христа, славы Его. На горе, вот здесь вот Он молится, не гора, а Дефсимания, нам открывается человечность Иисуса. Как оказывается, Ему непросто было принимать решение, какая-то была борьба, борение. Он полностью Бог, и Он полностью человек. И нам важна и одна история, и вторая история. Известный композитор Людвиг Ван Бетховен, он был, ну я так слышал, не очень хорошим христианином. И в конце жизни, когда он тяжело болел, он осознал, что скоро будет умирать, и скоро предстанет перед Богом. И он захотел написать мессу. Месса – это музыкальное произведение, которое исполняется на богослужении, которое посвящено страданиям, скорбям, страстям Иисуса, в котором есть евангельские тексты. И вот он, перед тем, как умереть, предстать перед Богом, он хочет написать такое духовное произведение. И он известный композитор, он очень большой мастер. Ну, вот написать любую вещь, ему это раз, раз, и садись и пиши, садись и пиши. Но почему-то ему не давалось это месса. Он пробовал, и пробовал, и пробовал, и работал над этим, и сохранилась информация об этом, сведения. И биографы сегодня, они выдвигают разные предположения, почему ему в конце жизни, перед смертью, так трудно было написать это произведение. И одна из версий звучит так. Может быть, он взялся писать о том, что не понимал очень хорошо. Если ты хочешь рассказать о святом событии, но твой образ жизни совсем не такой, совсем недостойный, то хорошо написать такое произведение вряд ли получится. И он все-таки его написал. Ну, я не знаю, что происходило в его душе, вот, ну, как-то изменялся ли он в процессе этой работы, но он расставил пометки. Вот композиторы расставляют такие примечания для исполнителей, как исполнять это произведение. И в начале он поставил такой значок, или в каком-то из мест он написал «особенно благоговейно». То есть он написал произведение, которое говорят о скорби, о страданиях Иисуса, и он пометил, исполнять это надо «особенно благоговейно». И нам всем с вами надо трепетать перед Словом Божиим. Но особенно трепетать, особенно благоговейно нам надо представать перед ним вот на таком служении, как сегодня, читая такие тексты, как сегодня. Тоже я вот сейчас читаю такую книжечку «Молитвенная жизнь Иисуса». Несколько наших сестер подсказали мне, что хорошая книга о молитвах Иисуса. Вольфганг Бюнен написал. И там есть отдельно тоже глава о молитве Иисуса в Гефтимании. И он там говорит такую мысль, этот автор, что то, что Иисус молился, удалившись, написано, на вержение камня, ну то есть на бросок камня, на расстояние, вот насколько можно бросить камень, он оказался один. Эту молитву с ним не могли разделить люди. И вот Бюнен говорит, что это говорит о том, что нам рассматривать, мы всегда будем рассматривать эту сцену тоже с расстояния, с расстояния и с благоговением. И он имеет в виду, что нам очень трудно понять, понять, что происходило в сердце Иисуса и почему он так молился. Я вот дальше об этом хочу говорить подробнее, но перед этим для детей, где так не так много сегодня, расскажу небольшую короткую историю. Одна девочка, у нее был папа, который всегда своей дочке улыбался, всегда, вот вообще всегда. И когда, вот всегда, когда я ее начинал видеть, его лицо озаряла улыбка. И когда игрался с ней, когда она заходила к нему в комнату, я вот тоже, чтобы у меня не было на сердце, но когда ко мне заходят мои дети, особенно мои девочки маленькие, я начинаю улыбаться. Вот как бы там внутри, может быть, не было бы тяжело, или про что бы ты не думал, ну, зачем это перекладывать на ребенка. И этот папа тоже так делал. И она привыкла, что ее папа вот такой. На его лице всегда улыбка. Но однажды она увидела своего папу таким, каким не видела его никогда. Он зашел домой, его лицо было совсем другим, на его лице был отпечаток горя. Он увидел свою дочку и не улыбнулся ей первый раз в жизни. Первый раз в жизни. Она поняла, что случилось что-то страшное. Папа прошел в свою комнату, и она вдруг услышала, как ее папа плачет. Это продолжалось очень долго. Она потом узнала, что умерла сестра папы. И она поняла, почему папе так тяжело. Но больше всего вот ее... Она тоже горевала о том, что умерла ее тетя, получается. Но больше всего ее... Ну, не то чтобы ранила, это было понятно, что папа плачет. Но ее вот впечатлила ранимость папы, что так бывает. Что такой большой, сильный мужчина, который всегда улыбается, когда на тебя смотрит, и вдруг он не улыбнулся, и вдруг он плачет, и плачет долго. Ученики... Я сейчас поискал текст, не нашел, но я помню, что так написано. Когда шли в Иерусалим и подходили, они ужасались, глядя на лицо Иисуса Христа. Он им рассказывал, что там будет. И правильно я говорю, есть такой текст, где написано, что им становилось... Им было страшно. Но если я правильно помню, слово ужасались, может быть, стоит. Или это в одном из переводов я видел. То есть они уже издалека видели, как меняется Иисус, подходя к Иерусалиму. Но когда он зашел, вот прямо уже в Левсимане был, вот завтра умирать. Вот через несколько часов начнутся допросы, потом пытки, потом казнь, потом смерть. И потом, наверное, самое страшное, вот это вот слова, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Он, написано, начал ужасаться и тосковать. И они видели Его грустным, они видели Его, ну, плачущим. Они видели, как Он относится к тому, что кто-то рядом умер. Они видели Его улыбки. Они видели, как Он решает конфликты. Они видели Иисуса разным. Но таким они Иисуса не видели. Они всегда видели Его сильным. Они всегда видели Его как того, кто может решить все проблемы. И вот вдруг оказывается, что у Иисуса есть проблемы. Он молится, Он просит, чтобы с Ним помолились, о Нем помолились. Бодрствуйте со Мною. И, ну, мы не знаем, почему они уснули. Может быть, это просто была физическая усталость, может быть, это было какое-то нервное потрясение. Они не смогли, помните, что тот автор говорит про расстояние? Они тоже были на расстоянии. Они не смогли заглянуть в сердце Иисуса, понять, как ему там тяжело. Вот в 19 веке я читал такой псалом церковный, в котором есть такие слова. Сестра наша написала гимн для богослужения. «Не знали те, кого Он искупил, глубоких вот, что Он переходил, какой тьмой покрыла Его ночь, которую Господь смог превозмочь, чтобы овцам заблудившимся помочь». Не знали. Вот Он их искупляет, искупает, а они не знают, что происходит. И вот это вот событие, это для всеманский сад, он напоминает нам о другом, в другом известном саде, где тоже принималось судьбоносное решение, где был Адам, Эдемский сад. Там рассказывается про человека, который должен был бодрствовать, но он не бодрствовал, и в результате мы все наследуем проклятие. А в Гельсиманском саду сейчас Христос бодрствует, и у него это получается, он проявляет верность, послушание, благодаря этому мы наследуем благословение, благодаря Ему. Ему, как Адаму, надо принять решение, вот в этом втором саду он принимает решение. И вот в чем был смысл искушения Адама, зачем было ставить это дерево? Во-первых, для того, чтобы была возможность самоопределения у Адама. Если все можно, то где место для бунта, где показать, что ты с Богом не согласен? Поэтому есть одна вещь, которую нельзя. И когда все разрешено, то у тебя нет места для того, чтобы показать, что ты с чем-то не согласен. У Адама есть такое место, и у каждого из нас таких мест вокруг нас тоже много. И во-вторых, для того, чтобы постоянно натыкаясь на это дерево, Адам снова и снова принимал решение, обновлял свое посвящение Богу, верность Ему. Нет, я не буду брать, потому что Бог сказал. Может быть, нету рациональных причин, я не знаю почему, я не понимаю, но Бог сказал, и я буду так слушаться, чтобы он снова и снова принимал это решение, не обновлял его, и так в нашей жизни тоже происходит. Но он решил познать добро и зло, не так, как Бог не разрешил это делать. И в Левсиманском саду Христос тоже принимает свое решение, делает выбор, и тоже не раз он делал это решение, принимал, его искушал уже сатана, он решил, нет, я иду, вот так иду. Ученики его отзывали, искушали, пожалей себя. Но он для этого и пришел. И вот он, чем ближе, тем сложнее, чем сложнее снова сказать, вот именно для этого я и пришел. И я хочу ваше внимание обратить снова на этот текст, хорошо, если он открыт перед вами, на несколько слов. Начал скорбеть и тосковать. 37 стих. В Иоаннле от Марка написано, в Иоаннле от Марка написано, что начал ужасаться и тосковать. Или другими словами, давайте скажем, пришел в ужас. Ужасаться, это ужас. Дальше у Матфея написано 38 стих. Душа моя скорбит смертельно. Дальше написано в следующем стихе 39. Пал на лицо свое. Это говорит о том, что он серьезно молился. Не просто встал, как-то прислонился к дереву лбом, задумался о чем-то и решил, нет, все-таки иду. Не просто встал на колени, он ниц распростерся, он полностью, вот его тело выражало, как ему тяжело, какая серьезная сейчас молитва. И в другом Евангелии написано, что это было так тяжело, что пот, который выступал, он был как капли крови. Он мог умереть от этой скорби прямо там, физическое, очень большое, сильное напряжение было. Мартин Лютер сказал об Иисусе, вот об этой его молитве, такие слова, которые звучат очень странно. Никто не боялся смерти так, как этот человек. Ну, я когда прочитал эти слова, я еще раз скажу, я подумал, это странно звучит. А с другой стороны, я давно об этом тоже думаю, я думаю, что это правильная мысль. Почему он так сильно ужасался, так сильно тосковал, так сильно, в такой скорби находился, все говорит об этом, его слова, его молитва, язык его тела, его просьба к ученикам, пожалуйста, помолитесь сейчас со мной. Это было очень тяжело для него. Почему? Ведь он же издалека знал, что это все будет. Он же издалека сюда и шел. Почему так тяжело? Почему он так себя сейчас ведет? И я нахожу два ответа, вот хочу вкратце их сказать. Первое, во-первых, его, вот второй, который я скажу ответ, он безусловно правильный, и, наверное, он основной. Но первый, я думаю, нельзя пропустить тоже. Его страшил или тяготил сам процесс умирания, сама смерть. Вот нам неприятно умирать, в том числе, из-за того, что это больно, из-за того, что нам нравится жить. Ну, нам нравится кушать, общаться. Вот выйдем сейчас на улицу, какая прекрасная погода, как хорошо. Нам нравится жить, нам нравится жизнь. А для того, кто есть сама жизнь, для того, кто все это придумал, для того, кто сказал, и это все началось, для того, кто знает, как это все сложно, как это мудро, как все надо, чтобы было именно такое соотношение. И вот он пришел в мир, и как человек, творец, как творение, и он наслаждается этим творением, которое он создал. Я уверен, он наслаждается в полную, ну, как бы, грудь, на все. Вот он вдыхает, какой приятный аромат. Он смотрит, какой красивый луч. Он смотрит, вот как все совершенно. И я когда-то рассказывал такую историю, есть в одном произведении русской литературы 19 века, история про то, как человека, перед тем, как его казнили, он увидел луч солнца, там где-то на жести, блестел на крыше, и он подумал, какой красивый луч. Как вот, если бы мне продлить жизнь еще на 15 минут, я бы любовался им, какая красота, вот как он дальше скользнет, а как все будет. Потом его помиловали, и он думал, всю жизнь буду теперь ходить и наслаждаться, наблюдать эту красоту, любоваться. И через два дня ему опять все было приевше, все привычное. Так вот, Иисус в полной мере наслаждался всем, и смерть – это противоестественно, это не Божий изначальный план, чтобы люди умирали, чтобы и смерть противоестественно, особенно для того, кто есть сама жизнь. Это первая причина, почему ему было сложно, а вторая причина – это, конечно, из-за того, что ему надо было взять на себя наши грехи. Но мы привыкли так думать, так понимать, но давайте в самом деле подумаем, насколько это страшно, ужасно, противно, мерзостно. Но мы привыкли грех и грех, но вот когда ты грех всегда вокруг, когда грешники на работе, когда дома в семье, когда у тебя в жизни грех случается, и ты, да, каешься, но для него грех – это было каждый раз, как ножом вот так вот по сердцу, раз, он не мог привыкнуть к греху, он в прошлом пункте, я сказал, он сама жизнь, а сейчас он сама святость. И вот насколько мы, может быть, свыклись в какой-то степени, в нехорошем смысле, с грехом, он не свыкался никогда. Вот, ну, услышал слово неприличное, матное на улице, ну, резануло, но ему это было еще больнее. Представьте себе концерт, светский, допустим, или давайте богослужение, и здесь играют скрипочки, виолончель, и… Нет, давайте концерт. И у виолончелиста вообще расстроена струна одна. Вот почему он ее не подтянет? Вот, ну, раз, и будет все красиво. Но он почему-то ее не подтягивает. И вопрос, кому легче будет слушать этот концерт? Человеку, который вообще в музыке не разбирается. Вот на пилораме ему дали какую-то путевку, обязали, ты должен сходить отсидеть, вот обязательно надо, или на заводе, вот, за всех отмучиться. Он пришел туда и сидит, смотрит, светло, красиво, люди в таких одеждах. Или человеку, который ценитель музыки, с детства ходит по консерваториям, все знает, и он сидит и слушает вот это вот, вот все, что происходит, и вот эта расстроенная струна. Кому легче будет переносить? Конечно, первому он вообще не заметит, что там что-то расстроено. Так вот, Иисус, когда пришел на землю, каждую расстроенную струну нашей души, он воспринимал как фальш, как дискомфорт, как нехорошо, неправильно так улыбаться. Чего ты притворяешься? Зачем ты здесь лицемеришь? Как ты здесь относишься к женщине? Ему все это, все, все замечалось. И я уверен, он не привык к греху. А сейчас он подошел, и надо этот грех взять на себя. Грех взять на себя, взять вину греха на себя. А в послании Коринфянам написано, Павел сказал, он сделался грехом за нас. Это вообще еще сложно тоже понять, как это. И поэтому вот я слышал, артист один известный, современный, я его вообще не знаю, имени такого не слышал, но вот слышал в пересказе, что он давал интервью. И его спросили в интервью, как вы, вроде бы верующий человек, поете такие-то вот песни. Ну или что-то такое, то есть там православный портал один брал у него интервью. И он объясняет, почему он так делает. Он говорит, наши грехи в глазах Бога это мелочь, это такая возня, это такие глупости, это детские забавы. Ну понятно, родителям не нравится, когда дети балуются. Понятно. Но никакие родители от своих детей не откажутся. Вот и Бог нас. Ну понятно, мы там что-то не так, это, ну конечно, он нас простит. Это очень неправильный взгляд на грех. Грех, это не возня какая-то, это не глупости, это не детские забавы. Грех, это мерзость. Грех, это то, из-за чего Христу пришлось умереть. Грех, это вот, ну святость наоборот, это все, что Бог любит наоборот. И ему надо было это на себя взять. Представьте себе, что в вас что-то летит, что-то очень противное для вас, самое противное, что вы, для вас только есть. И вам хочется увернуться от этого. А ему пришлось это взять на себя и умереть из-за этого. И три часа провести на кресте. Три или сколько? И в конце он молится, Боже мой, для чего ты меня оставил? Конечно, тяжело. И что он делает? Вот он сейчас в молитве принимает решение. Я хочу еще один, еще одну мысль коротко сказать. Это, вот мне в новом году хотелось бы несколько вещей, я для себя решил, помолившись, что я хотел бы в этом году изменить. Одна из вещей, это молитвенную жизнь свою углубить. Один человек сказал, проповедник, если вы хотите кого-то смирить, верующего, спросите его о том, как он молится. Я иногда задаю себе этот вопрос, и он меня всегда смиряет. Мне всегда хотелось бы молиться больше, искренней, ревностней, по большему количеству вопросов и так далее. И вот в этом году я начинаю его с того, что смотрю вместе с вами на то, как молился Иисус. Как молился Иисус. Вот перед ним сложное решение, у нас сложное решение, но мы помолимся в начале, ну или в конце помолимся, ну и приняли решение. А он молится в начале, он молится в середине, он молится в конце. И мы видим, как меняется его молитва. Смотрите, сначала он молится, если возможно, но не хочется, ну по человеческой вот этой природе, о чем я говорил, если возможно. Потом он молится уже, если не может, то есть он понимает, нет, невозможно. И он принимает ответ от Отца, его волю. А в конце он говорит, встаньте, идем, то есть он принял решение. Мы видим, как у него вот зреет решение, и это все происходит в молитве. Это все происходит в молитве. И Иисус молится сам так, как он учил молиться других. Он говорит в молитве, ученаш, помните, молитесь же так, и там, да будет воля твоя, на земле, как на небе. И его молитва здесь заканчивается тоже так. Не как я хочу, но как ты. Ученики, которые заснули на горе преображения, они снова заснули в Дефсимании. И нам сложно их винить, потому что мы тоже не сильно от них отличаемся. Плоть, она на самом деле немощная. Но это еще больше подчеркивает, давайте мы больше будем смотреть на Иисуса, это еще больше подчеркивает его величие. А он не заснул. А он делал то, что надо было делать. Он молился. Нет подобного ему. Он повиновался, он полностью исполнил волю своего отца. Слава ему. Аминь. Аминь.